Приветствую вас. Вы знаете, прочитав ваш вопрос и прочитав дополнение к вопросу, у меня возникло такое ощущение, что, вы знаете, ощущение неопределенности возникло у меня. То есть, когда, вроде бы, человек, это я право, грамотный, когда человек, вроде бы, интеллектуально развитый, когда человек серьезный, чувствуется, что человек серьезный, когда человек, в принципе, надежный, то есть, я полагаю, что вы надежный человек, я полагаю, что вы достойный человек. Вот. Но при этом нет определенности. То есть, вы находитесь сейчас, вероятно, в той стадии, когда проблема есть, вы знаете, что проблема есть, но при этом, при этом, вы не готовы ее решать. Потому что из вопроса у вас на решение проблем нет. Есть вопрос, стоит ли обговаривать условия отношений. Это странный вопрос. Потому что, ну, я объяснил чуть позже. Есть другой вопрос. Разве не бывает такого, чтобы это был один человек? Вы прекрасно знаете, что бывает. Есть ваши ответы на вопросы, которые вам задавал коллега. Почему-то, в общем, вопросы. То есть, в дополнение. Вот. То есть, это уже, как бы, аспект личных консультаций. То, что вот вы отвечаете на вопросы, вам нужно уже непосредственно с психологом работать. Вот. Потому что, ну, не очень любят коллеги. Да и я тоже. На один и тот же вопрос отвечать несколько раз. Вот. То есть, определите для себя, чего вы хотите. Ну, вообще. Потому что, гадать, да, не область психологии. Именно, именно гадать. Вот. Теперь, теперь, собственно, то, что касается важного текста. Каждый раз начинаю встречаться с девочкой, я сталкиваюсь с одной и той же проблемой. Девочка, девочка требует много внимания и обижается, если я недостаточно внимательен к ним. Ну, смотрите. Значит, в каких случаях, да, в каких случаях, девочка обижается на то, что ей не дают достаточно внимательного. Вот просто, давайте попробуем, в каких случаях это происходит. Происходит это в двух случаях. Первое. Это когда девушка в себе не уверены. Да? То есть, когда ей нужно, чтобы, ну, чтобы ей как-то постоянно доказывали и показывали, что она хорошая, что она важна, что она нужна, что она ценна и так далее. Это первое. Это первый случай. Ну, первый случай. И второй случай. Второй случай. Когда девочка имеет основание считать, имеет основание считать, что вы должны давать ей больше внимания. То есть, у нее есть определенные ожидания на ваш счет. В этом случае не трудно, мне кажется, догадаться, что девушка как бы воспринимает вас. И именно вас она воспринимает. Ну, как кого-то, кто может дать ей то внимание, которое она хочет. То есть, она почему-то подумала, она почему-то подумала, почему-то решила, почему-то посчитала, что вы можете дать ей то внимание, которое ей нужно. Почему она так подумала, почему она так решила. Это уже вопрос. Это уже вопрос, это хороший вопрос, его нужно, этот вопрос разбирать. То есть, как мне видится, история здесь связана в первую очередь с тем, как вы себя преподносите. И именно вот, ну, именно в отношениях. То есть, как вы представляете себя, почему-то ведь девушки думают, что вы способны давать им больше внимания. Значит, что-то в вашем поведении их на эту мысль наталкивает. Вот, что именно наталкивает, нужно разбираться, да. Это и есть ваша субъективная сторона в данном вопросе. Вот. Другое дело, хотите вы с этим разбираться или нет, это уже детали. entonces, вот, то есть, то есть, ну, интересно ли вам это исследовать, интересно ли вам будет это исследование, интересно ли вам будет это смотреть, интересно ли вам в этом направлении двигаться и работать. Понимаете нам, я надеюсь, о чём идёт речь, вот, это важный момент, это важный момент, если мы говорим непосредственно об этих вещах. Дальше, так, это порой доходит до абсурда, сравнивания со своими бывшими в духе, я обычно парень, так, ну, здесь, конечно, уже встаёт вопрос выбором, да, каких девочек вы выбираете, на мой взгляд, на мой взгляд, главное здесь даже не то, каких девочек вы выбираете, что-то, а главное здесь даже немножко, немножко другое, главное здесь то, что вас объединяет с девушкой, то есть, то есть, что между вами и девушкой общего, что вас связывает, связывает друг с другом, понимаете? с девушкой, если вас не связывает ничего вообще, кроме, кроме, соответственно, гендерных отношений, как я это называю, то вот отсюда растут претензии, претензии, то есть, девушка видит вас только мужчину, она не готова воспринимать вас как-то иначе, ничего общего между вами нет на социальном уровне, то есть, нет никакой интеграции того, что, например, вам нравится, во взаимоотношения с девушкой, нет интеграции общих интересов, вот, и отсюда возникают такие вот проблемы, поэтому возникают такие проблемы. понятно, что есть еще, есть еще и выбор девочек, то есть, критерий выбора девочек, то есть, почему я выбрал именно вот такую девушку? Зачем я выбрал именно такую девушку? чем мне пришлась по душе именно, ну, именно, именно такая девушка? Понимаете? Вот. То есть, понятно, что это тоже нужно разбирать. И я полагаю, что где-то вот там, на перескрестке между тем, что вас объединяет с девочкой, и чем вы руководствуетесь при выборе девочек. Вот. Вот опять же, если только вы захотите с этим, всем работают. Дальше. Так. Значит, девочка заходит до манипуляции, упоминает своих хукашеров, чтобы я прорисовал и боялся ее потерять. Ну, соответственно, да, это манипуляция, но вопрос в том, какие условия для этой манипуляции вообще есть. Да, то есть, почему девушка себе позволяет это? Какие у нее мотивы это позволять? Какие у нее основания это делать? Вот. Я полагаю, что это очень такой важный момент, самый момент, если мы опять же хотим понять, что происходит с вами, что происходит между вами, например. Вот. Понимаете, знаете, о чем идет речь? О чем это? Дальше. Я человек сдержанный, не ухожу с головой в отношения, не особо ревни. Ну, то, что вы человек сдержанный, и то, что вы не уходите в отношения с головой, да, вроде бы и неплохо. Вроде то, что вы ведете себя таким образом. Вот. Но заставляет думать, что девочку вы выбираете исключительно для, знаете, ну, для каких-то определенных целей. Я не говорю только для секса, не хочу это сказать. Вот. Я хочу сказать скорее, что возможно, возможно, только возможно, вы выбираете девушку, чтобы она выполняла в вашей, ну, жизни определенную роль. Вот. То есть это некий такой социально обусловленный аспект вашей жизни. Вот. Если понимаете, о чем идет речь, конечно. И я полагаю, я полагаю, что расширение восприятия девушки, а также изменение фундамента для построения отношений может ситуацию исправить. Вот. по крайней мере, по крайней мере, вы будете чувствовать себя комфортнее. Так. Порой это давит на мозги, я не удерживаю такого давления. Ну, да. Это, в принципе, это нормально. Это действительно давит, но вопрос в том, как вы это воспринимаете. То есть, очень важно, очень важно понять, что вы чувствуете в этот момент. не чувствуете ли вы, например, облегчения в тот момент, когда это происходит. То есть, не чувствуете ли вы того, что вот, ура, она опять начинает на меня давить, все, я могу там, например, ее бросить. Ну, допустим. Допустим. Я сейчас не говорю о том, что это обязательно так происходит. Вот. Ну, просто как вариант. Понимаете, да? О чем идет речь? То есть, что для вас является это давление? Чем оно для вас является? Так. Значит, дальше. Я не могу весь день общаться и видеться несколько раз в неделю. У меня много работы и другие интересы. А тут у вас много работы, это хорошо. Вопрос в том, для чего вы себя работой загружаете. Так много. Каковы причины этого? То есть, опять же, да, я не хочу сказать, что вы делаете что-то плохое. Ну, может быть. Может быть. В этом есть некий тайный, ну, может быть, даже не тайный, но просто есть смысл в этом, в том, что вы делаете. В том, что вы, вероятно, избегаете себя, избегаете своих чувств или бежите от себя, бежите от своих чувств. Понимаете? Если это так, если это так, действительно, то это надо бы раскрыть, определить и подкорректировать. Чтобы все-таки вы не убегали от себя. От себя самого. Я никогда не обещаю долгосрочных планов, если не уверен в них, типа, будем жить вместе, я на тебе женюсь, не ставлю ультиматумов, не пользоваться манипуляциями. Может быть, вы слишком рафинированы, может быть, вы слишком руководствуете слишком сильно именно разумом, а не чувствами. Тогда как девушке, девушкам, нужны, при-таки, больше чувствам. Вот. Понимаете, какая история, история. То есть я, опять же, не хочу сказать, что то, что вы делаете, обязательно плохо. Я не хочу сказать этого. Не хочу сказать, что то, что вы делаете, обязательно негативно. Нет. Но надо бы выяснить это. Понимаете, надо бы выяснить. Надо бы выяснить, как у вас это получается. Достаточно ли вы живете именно чувственной жизнью, эмоциональной жизнью. Вот. Потому что, если нет, то это проблема. И проблема, это она, ну, в первую очередь, для вас эта проблема. В первую очередь. То есть девушка, это, соответственно, уже вторичный элемент. И если это так, то тогда вы специально выбираете таких девушек, специально строите отношения, основываясь только на... на гендерные, ну, на гендерные модели поведения, для того, чтобы доказать себе, что девушка просто, ну, вам не подходит, не подходит. Вот. Вот. И таким образом вы себя освобождаете от необходимости, там, что-то, от необходимости жить, например, в чувственной жизни. Вот. Вот. Потому что... Иначе, иначе. Иначе, если вы будете продолжать в таком духе, вам предстоит не очень приятная история. когда вы чувствуете себя не в своей тарелке, когда вы чувствуете себя неловко. Опять же, это предположение только. Так, значит, стоит ли в начале отношений отговаривать условия? Нет, в начале отношений отговаривать условия как-то не стоит, потому что само начало отношений, оно таково же, что на нем лучше не акцентрировать внимание лишний раз. Вот. Но то, что нужно сделать, это, как я уже сказал, определить фундамент, на основании которого вы выстраиваете отношения с девушками. Понимаете? Потому что, как я уже сказал, есть у меня ощущение, что девушка для вас, это просто девушка. Это не человек, это не, скажем, не ваш партнер, но это просто девушка. А так быть, не должно, ну, по крайней мере, если вы хотите выстроить именно здоровые отношения. Вот. Кстати, немаловажный еще вопрос, для чего вам вообще, а вот с девушкой, для чего вам вообще отношения. То есть, если, если, грубо говоря, речь идет только о сексе, например, что, ну, для этого действительно подойдет, эээ, девушка легкого поведения, возможно, лучше. Ох. То есть, тут, как бы, еще и цели важны. Понимаете? Только имея цели, вы сможете определить, эээ, свои средства достижения этих целей. А так, эээ, вот, когда, эээ, нет четких целей, да, то,о, сложно, в общем-то. Сложно, сложно вообще, вообще, понять, чего я хочу. Дальше, у меня бы устроили, эээ, такие отношения, которые не идут во вред личной жизни, друзьям, работе и своим хоббитам. Эээ, ну, понимаете, здесь парадокс заключается в том, что отношения с девушкой, это и есть личная жизнь. Давайте определимся, что такое личная жизнь для вас. Как, 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 как вы понимаете личную жизнь, вот. Потому что, эээ, еще раз, вот, как, эээ, как это, эээ, видится мне, да, как это видится мне, что девушки вы воспринимаете исключительно, как дополнение к себе, знаете, а это так не работает. К сожалению или к счастью, я, я, я не, я не знаю, но не работают. Поэтому вам нужно, соответственно, определиться. Дальше, эээ, значит, чтобы это не мешало работе там, ну и так далее, и так далее, и так далее. Понимаете, еще раз повторяю. Девушка должна быть, эээ, хорошо интегрирована в вашу жизнь. То есть, она должна разделять ваши интересы. Это, в свою очередь, означает, что отношения вам нужно выстраивать, ну, возможно, на несколько иных началах. Не на таких, на каких вы выстраиваетесь их сейчас. Понимаете? То есть, нужно анализировать вот это вот поведение, как вы выстраиваете отношения с девушками. Как вы их воспринимаете. Вот. Потому что есть ощущение, что... Это идет в разрез с тем, что вам, вам хочется. Например. Вот. То есть, вы, то есть, хотите вы чего-то адекватного, в принципе. Хотите вы чего-то адекватного. Хотите вы того, что, в общем-то, а, ну, можно и нужно. Хотеть. Вот. А результат, ну, результат, вот, не получает. Не получает. Дальше. Многие девочки понимают, какие отношения за свободный, легкий или вообще за секс-будобедатель. Но мне неинтересно бегать-бегать за девушками, пытаясь доказать, что они такое, искать их каждые 4-6 месяцев. А я понимаю. Поэтому и говорю, а вот именно об этом. Мормон, я не готов к серьезным отношениям, но мой опыт показывает, что отношения развиваются по вам. Сходим на сценарию. А, и вообще без отношений, без девочки живется плохо. А чем плохо? В чем плохо? Конкретно. Вот. Дальше. Теперь ответы идут на вопросы, которые вам задавали мои коллеги. Да, соответственно, я буду читать ваши ответы, а вопросы зачитывать не буду. Наверное, я сознательно выбираю таких девочек, которые привыкли к другим типам отношений, в которых есть составляющие ревность к претензии и требованиям. А, в такой причине, по той причине, что вам нужно как-то оправдать свою бесчувственность. То есть, не следование своим чувствам. Оправдать свой сценарий без чувств, возможно. Которым вы руководствуетесь при выстраивании своего поведения. Они заинтересованы в отношении к вам не, другие вообще нет, поэтому они не определяют вообще никаких претензий, никак не вкладываются. А отношения с вами, это что? Что вы вкладываете в это понятие? Они отчасти дают то, что нужно, но, видимо, я не даю им то, что им действительно нужно. А что вам нужно, что им нужно, вы знаете? А я по-другому не привык. Хорошо, а вы готовы меняться? Отсюда претензии и расставания, мы другие, мы не подходим друг к другу. Так, а вы меняться готовы или нет? А вначале стараются уделять больше внимания, чем дальше. Мы все обычно стараемся быть лучше, чем у нас здесь на самом деле. Да, это ключевая ошибка. Сразу ведите себя так, как вы будете вести себя в дальнейшем. Иначе происходит идеализация образа и искажение восприятия человека. У меня проходит сильная влюбленность и я расслабляюсь, поддерживаю их на определенном уровне. Знаете, влюбленность это не отношение, влюбленность это скорее опять же симпатия к образу девочки, к девочке, к цепажу. У меня не сильная потребность в них, особенно когда появляется кто-то, кто меня зацепил. Возможно, это из разъезда, чтобы было. Ибо отсутствие их вызывает самые противоречивые мысли. Какие мысли, Александр? То есть, давайте разбираться с этим более подробно. Потому что очевидно, что... И у этого есть переплёка. Страх близости, может быть. Или то, что я говорил. Ещё раз. Чего вы хотите? Это самое главное. Что вам нужно? Чем может помочь вам психолог? Что вы хотите в себе поменять? Готовы ли вы меняться? Это ключевой аспект. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего доброго и удачи.